Добрый день, дорогие наши читатели! Сегодня я вас познакомлю с казахской народной сказкой о добром и злом. В древние времена жили на свете два человека, Жакслык и Жамандык, добрый и злой. Однажды Жамандык отправился в далекий путь. Шел он, шел и очень устал. И тут его нагнал джигит на коне, а джигит был никто иной, как Жакслык. Оказалось, что дорога им одна предстоит. Возьми меня, попросил его Жамандык, лошадь у тебя хорошая, она-то везет нас, вместе нам ехать веселей. Что ж, я согласен, ответил Жакслык, но с одним условием, ехать мы будем по очереди. «Видишь, вон деревья растут, там ты оставишь лошадь, пойдешь пешком, а я поеду. Потом опять будет твоя очередь ехать, а двоих сам подумай, нас лошадь не поднимет». Жамандык согласился. Сел на лошадь и ускакал. Долго шел Жакслык, вот уже и день к концу близится, и густой темный лес обступил дорогу с обеих сторон. Но ни лошади, ни Жамандыка нигде нет. Выходит, обманул Жакслыка приятель. Так оно и было. Скрывшись из виду, Жамандык спокойно поехал туда, куда ему было нужно. «Что ж, у сытого коня восемь ног», — подумал незлопамятный Жакслык. Повстречал он в лесу заброшенную избушку, зашел в нее отдохнуть. Тихо в избушке, ни души. Только стоит посредине огромный казан. Под казаном костер горит, а в казане мясо варится. Жакслык удивился. Такой вкусный запах идет по всей избушке, а хозяина нет. Кто же здесь живет? А ну-ка попробую, я сказал Жакслык. Он обмакнул в казан парец, облизнул его и подумал. Хороший обед. Но есть не стал. Не хотел обижать хозяина. Выбрав удобное местечко на крыше, Жакслык прилег там. Через некоторое время в избушку вошли трое. Волк, лиса и лев. У голодного волка глаза огнем горят. Лев махнат и гривы машет. Рычит сердито. А лиса идет, будто плывет. Да только носом поводит в воздухе. Ой-ой-ой, кто-то побывал. Кто-то попробовал наш обед. Встревожилась вдруг лиса. Не успев еще подойти к казану. Что ты, лисонька, кто сюда может зайти? Кто станет есть наш обед? Показалось это тебе. Успокоилась лиса. Расположились все трое вокруг казана и приступили к обеду. Пообедав, волк, лиса и лев начали рассказывать о своих дневных приключениях. Ты где была? Что видела? И много ли ты интересного слышала? Обратился волк и лев к лисице. И лиса поведала. Все эти дни я хожу на развалины к старой зимовке. Там зарыт маленький горшок, наполненный серебром. Вот я и стерегу его для доброго человека. Хотел было волк рассказать, какой он благородный. Да не получилось у него. Не было такого дня и ночи, чтобы я не побывал в атарах байских овец, начал рассказывать он. Особенно хороша там пестрая овца. А ее-то я не трогаю. У хозяина этих овец есть дочь красавица. Вот уж точно она много-много лет больна, и никто и не может ее вылечить. Отец обещал отдать дочь тому, кто сумеет это сделать. Да никто исцеляющего средства найти не может. А такое средство есть. Если вырезать сердце пестрой овцы, сварить его и накормить им девушку, она вмиг выздоровеет. Только сердит я на хозяина. Уж не раз гонялся он за мной с арканом, и я никому не скажу о пестрой овце. Лев признался. Каждую ночь я, подкрадываясь к табуну байских лошадей, одну уношу, съедаю и ухожу домой. Хозяин табуна не знает, кто носит лошадей. На днях он собрал жителей аула, долго говорил с ними и обещал отдать целый косяк лошадей тому, кто поймает похитителя. Но я не боюсь, ни одна байская лошадь меня не догонит. Правда, есть в табуне маленький же ребенок с белой звездой на лбу. Он может и меня догнать. Только об этом хозяину неизвестно. Наговорившись, они задремали, но скоро проснулись и ушли по своим делам. Жакслык лежал на крыше, внимательно слушал их разговоры. И как только волк, лиса и лев покинули избушку, тоже ушел. Переодевшись в костюм знахаря, Жакслык направился в ау, в котором жила байская дочь. Увидев баксы, бай взмолился. «Сам Аллах привел тебя в мой ау, ты беден одеждами, но богат умом. Зайди, посмотри на мою дочь». Жакслык, не раздумывая, согласился и увидел красавицу, спросил, «Почему же вы не лечили ее?» «Лечили, дорогой мой, лечили. Только не нашлось еще такого средства, которое избавило бы мою дочь от недуга». «Может, ты мне поможешь. Я помогу тебе в твоем горе», — сказал Жакслык. «Вылечу твою дочь, но потом ты отдашь ее мне в жены». Бай согласился. «Запомни только одно», — добавил Жакслык. «Пусть у тебя сегодня особенный, и на бесбармак ты должен зарезать пестру овцу», — вздрогнул бай. «Пестрая овца была самой крупной в его стаде. Пусть ее на бесбармак ему не хотелось пустить. Но делать нечего. Приказал он зарезать пеструю овцу, мясо приберечь, а для гостя сварить внутренности». Байскую хитрость понял Жакслык. «Да ему только того и надо было». Накормив девушку сердцем, Жакслык вылечил ее и взял с собой. Затем он отыскал старую заброшенную зимовку, о которой рассказывала лиса. Выкопал там горшок серебром и направился к баю, у которого каждую ночь исчезала лошадь. «Если я поймаю того, кто каждую ночь крадет из твоего табуна лошадь, что ты мне дашь за это?» — спросил Жакслык. «Если ты поймаешь вора, я дам тебе косяк лошадей». Согласился Жакслык и отправился в табуну. Оседлал жеребенка с белой звездой на лбу и стал дожидаться. Как только лев поймал лошадь, Жакслык вскочил на жеребенка и тот, как ветер, помчал его. Вскоре он настиг льва и убил его. На другой день, получив косяк лошадей, Жакслык уехал домой. Прошло много времени с тех пор, как Жакслык повстречался с Жамандыком, и вот однажды они опять встретились. Жамандык был похож на нищего. На нем был старый рваный малахай и такой же рваный халат, из которого в разные стороны торчали клочья грязной ваты. «Ой-ой-ой, Жакслык, я тогда поступил с тобой очень плохо», — сказал Жамандык. «И меня судьба наказала. Ты сам видишь. Скажи, Жакслык, как ты стал богатым? Могу ли я разбогатеть?» Жакслык рассказал все по порядку. Как он попал в избушку, как подслушал разговор лисы, волка и льва, и что он после этого сделал. «Что ж, попытай ты счастье», — предложил Жакслык, — «только предупреждаю тебя. Когда зайдешь в избушку, будь осторожен. Если в казане будет вариться мясо, то мясо ты не должен есть. Только палец обмотни и попробуй. Потом залезь на крышу. Лежи там до тех пор, пока не придут хозяева избушки. А когда они придут и начнут разговаривать, ты внимательно слушай и все запоминай». Жамандык немедленной минуты распрощался с Жаксалыком и пошел в лес. Избушку он отыскал быстро, вошел в нее и увидел, что все было так, как рассказывал Жаксалык. Посередине избушки стоял огромный казан. Под казаном горел костер, а в казане варилось мясо. Усталый и голодный, Жамандык обрадовался, что в избушке никого нет, и расположился у казана. Вытащил несколько кусков жирного мяса, быстро съел и залез на крышу избушки отдохнуть. Не успел же Амандык вздремнуть после сытного обеда, как в избушку вошли волк и леса. Взглянула леса в котел, да как закричит. «Ой-ой-ой, кто-то съел наш обед!» Волк начал было успокаивать лесу. «Кто же будет есть наш обед? Подумай сама. Избушка наша в таком густом лесу, что мы сами с трудом находим сюда дорогу. Напрасно ты все придумываешь. Нет-нет, на этот раз меня не проведешь. Ты посмотри, посмотри сюда. Лодыжки нет в котле. Нет. Да и грудинка тоже исчезла. Вот я сейчас прилягу вздремнуть, сказала хитрая леса, и во сне увижу, кто был в нашей избушке». Прилегла леса, похрапывая потихоньку, будто в самом деле спит. А Жамандык на крыше ни жив, ни мертв лежит. Не знает, как ему быть. Ругает себя за то, что соблазнился обедом. Проснулась леса и говорит. «Вот что, друг, на крыше у нас кто-то есть. Не он ли съел наш обед?» Леса и волк бросились на крышу и нашли там Жамандыка. Стащили они его вниз, да и расправились с ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова